Всем привет! Сегодня посмотрим еще на одну игру с открытыми исходными кодами. Битва за веснот. Вот. Это довольно популярная игра. Я ее два раза запускал, или три раза, но так в нее толком и не играл. Там, короче, надо читать, думать и все такое, а я это не люблю, поэтому я особо в нее не играл. Но хотелось бы как-нибудь все-таки поиграть. Но пока не до этого. Короче, она доступна на стиме, но на самом деле в нее играют очень много людей. Она очень популярна. И что мы здесь можем увидеть? Переведена больше, чем на 30 разных языков. Больше 200 юнитов, 17 каких-то компаний. Короче, короче, игра всех времен и народов. Вот. Но, не но, а просто. Я уже запустил эту выкачку, точнее клонирование репозитория. Так, вот эти вот ссылки я оставлю. И я оставлю ссылку вот непосредственно на репозиторию. Потому что здесь, если мы найдем open source, нас перекинет на какой-то другой сайт, sourceforge, по-моему. Там будет качаться архив. Короче, вся эта фигня. Оно нам не надо. Нам надо вот эти вот ссылки, что я оставлю. Вот будет ссылка непосредственно на репозиторий. Но уже было скачано 2,59 гигабайта. Вот так вот. Ну, надеюсь, скоро докачается. Дальше. Для сборки, для сборки. Так, это я закрою. Для сборки нам надо желательно открыть вот install. В install написано, что надо. Во-первых, какие библиотеки должны быть. Раз. Раз. Дальше. Дальше. Здесь две системы сборки. Ascons какой-то и Simmake. Что это такое, я не знаю, но я на всякий случай установил. Но собирать я, наверное, этим не буду. Но есть здесь два варианта. Либо с помощью Ascons. И написано, что это такое. И вот в этом Ubuntu этот пакет есть. Вот он, Ascons. Подожди-ка. 18, 10, 19. Ну, есть, короче. Есть он в репозитории. Но также инструкция, как собирать с помощью Simmake. Будем делать сборку с помощью Simmake. Вот, как раз у меня выкачался весь архив. Где тут Sim... Не понял. А, вот он, Simmake. Есть. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем все сделать так, как написано в инструкции. Ни шага вправо, ни шага влево. Есть. Дальше. Собираем релиз. Копим. Пасты. Надеюсь, ух ты, все нашло. Дальше. Маки. Маки-жмаки. Так, укажем. 10, 10. Десяточку. 10 ядер пусть. Понеслась. Сборка. Мо... Ага. Не, ну, игра, насколько я знаю, типа как чуть ли не культовая среди линуксоидал. Не знаю, не знаю. Но я довольно ее часто где-то встречал. Ну, вот если темы касались игр каких-то, где-то либо статьи, либо еще что-то, то почему-то вот именно эта игра. Да, ну и фишка в том, что она бесплатная, она кроссплатформенная, она там типа какая-то крутая. Хотя графика вот такая, но не все берется графикой. Некоторые игры, имея отвратительную графику, тем не менее, имеют, не знаю, там сотни тысяч поклонников имеют. Поэтому все в содержании. Вот, 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 вот. И игра эта довольно древняя. Давайте попробуем. Я сейчас вот прям с вами. А, не, не совсем. В 2003 году первый выпуск был. Да, в 2003 году пошаговая. Короче, короче, что там со сборкой? Сборка почти. Так, и что это у нас такое? Это, 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 это в жанре фэнтези. Исходный код доступен и все такое. Графическое оформление двумерное с анимированными персонажами. Что критикуется некоторыми пользователями, как устаревшее решение в эпоху трехмерных стратегий. Однако, тщательная и качественная отрисовка всех деталей позволяет говорить об интерфейсе, как о приятном и удобном. Вот так вот. Короче, игрок, располагая вначале всего одним воином, должен создать большую армию и воспитав из неопытных призывников, короче, опытных воинов и все такое. Компании тут есть. Есть тут все. Так, что у нас там? Ну, почти, почти. Есть редактор карт. Так, влияние на другие игры. Так, 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 так. Вроде тут все хорошо. Также битва оказала влияние на создание стратегии реального времени в Вирму Сан. На движке Стратагус. Стратагус. Ой, ладно, ладно. Ух ты, язык WML. Для Веснота был разработан так называемый язык WML. Он значительно упрощает процесс разработки юнитов. Подожди, а на каком ты хоть языке написан? Веснот. Тут не написано. Но, блин, не написано. Не, ну, кроссподформенность, да, по идее, на каком-то, интересно, почти докачал. Нет, вот, я же вижу, CPP. Ну да, CMake, там и все такое. Так, хорошо. Короче, сейчас попробуем запустить. Так, искусственный интеллект. С версии 1.6 поддержка Python удалена в связи с вопросами безопасности? Да ладно. Короче, о, луа. С помощью языка луа. Пишется искусственный интеллект. А, ну да, вот же написано. Основной код программы написано C++. Отображение графики производится с использованием библиотеки SDL. Ну, по SDL я по-любому буду делать ролики когда-то. Постараюсь в ближайшем будущем. Но они будут, скорее всего, по платной подписке. Может быть, пару первых уроков будет бесплатно, а дальше платно. Ну, там, блин, та подписка 5 долларов в месяц заплатил, скачал все уроки и отписался. Вот и все. Не думаю, что это будет проблема. Каналу ведь нужно развиваться. Так, так, так. Короче, вот эти все ссылки я, наверное, оставлю. Наверное. И вот это тоже на этот пакет. А хотя не буду оставить, зачем. Мышцы инженеры. Ну, что ты там? Что так долго? Ну, ладно, нажму на паузу, потом продолжим. Так, так, собралось. Вот он наш. А в чем разница? Что запускать? Блин. Ладно, давайте попробуем что-нибудь запустить. Вот так вот. О! О! Есть, смотрите. Блин. Ну, вот что называется качественный продукт. Не все игры так легко собираются. То есть, вот UFO Alien Invice, или что-то, что там у нас было. Тоже очень легко собралось. Подожди, где русский язык? Вы что? Если игру устанавливать с репозиторией, то там есть русский язык. А здесь? А здесь нету. Почему здесь нету? Где русский? Ладно, пофиг. Мы же программисты, мы же должны разобраться. Лот. А, нету лота. Давайте. Нет. Компанию, мультиплеер. Компанию, мультиплеер. Мультиплеер, компанию. Давайте. Не конект. Давайте local game. Давайте выберем что-нибудь. Вот это точно мы сыграем. Так. Тут очень надо внимательно смотреть по настройкам. И надо очень внимательно, ну, понимать, что вы делаете. Вот как вы видите, я пошел сюда. Дальше. Дальше. Вот все. Вот так вот и выглядит. Круто? Конечно же круто. Короче, это я так шучу. Ну, на самом деле, если запускать кампанию, там есть режимы обучения. Ну, что такое? А, я типа выбрал игра для двух игроков или что? Типа без искусственного интеллекта? Понятно. Короче, ну, фишка в том, что надо пройти некое обучение. Обучение, потому что, как бы так, кажется, вроде фигня, не играя чертишо. Но, на самом деле, она довольно интересная. Возможностей много там, там типа нанимать юнитов. Есть юниты, очень много юнитов. У каждого свои характеристики. А потом там можно вот эти все захватывать, ну, домики. Они там, каждый домик что-то дает. Вот, то есть, как вы видите, замок есть. Есть какие-то, вон, ресурсы. Ну, то есть, это не просто вот какая-то игра. То есть, если в ней так разобрать, ну, посидеть, поколупаться, то она довольно интересная. Поэтому она на довольно высоких рейтингах в свободных, типа, open-source играх под Linux. Вот, то есть, у нее довольно много народу играет. И она, как мы видим, понемногу развивается. Вот. Но это у нас классическая пошаговая стратегия. То есть, надо что-то нанимать, надо захватывать какие-то поселения и так далее и тому подобное. Давайте попробуем захватить, стать на вот это поселение. Что это за поселение? А! Что там было написано? Давайте посмотрим. Можно terrain description. Вот, даже какая-то вики есть. Unit description. Юнит по юниту есть. Вот все его характеристики. Что тут, terrain description? Это у нас какой-то каменный домик. Да, да. Давайте пойдем сюда. А что я? Ага, я не могу. Не могу пройти. Так, а у этого давайте я сюда подойду. Вот. Ну, короче, не буду вас мучить, потому что я в нее не играл и толком ничего не знаю. Ну, в лангуагах могли бы, конечно же, и почему-то, почему-то. Тут написано, переведем больше, чем написано языков. Ну, на самом деле, если устанавливать из репы, как я говорил, то там очень много языков. На самом-то деле. И это так. Почему здесь нет русского? Ну, это надо где-то вот здесь, наверное, подправить конфиги. Вот. Вот. Либо же, либо же просто докачать, возможно, что-то. Короче. Надеюсь, надеюсь, вам игра понравится. И надеюсь, больше всего вам понравилось то, что здесь есть исходники. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки. Всем пока.